все началось мое путешествие в хабаровск 1 . отрыва абакан поехали красноярск затем пересаживать на самолет там опять пересадка волон и дверь и после того только хабаровск в общем сегодня я на путешествую весело следите за новостями ой немножко немножко осталось до красноярска где-то 150 километров здесь заехали за ешку на улице дуба градусов где-то 35 руки замерзают это за ешка у нас славится тем что здесь у нас мишка есть но мишка наверно спит нынче судя по тому что за тропа а может его нынче и нет вообще может и спит не знаю сейчас посмотрю тут прям снег такой сугробы да вот смотрите походу он там где-то и сидит судя по всему даже выходит наверное не спит это как у него спячка будка а здесь вот он по лету по теплу там купается у него бассейн есть маленький природа ляпота не упасть бы в сугроб сугробы такие приличные прям приличные сугробы в заднем плане витяки на на мелона скребли а выше меня мишка спит пойду кушать на ножом не накрыли еще не готова готовят видать я скоро будут кормить мой обед готов как-то фундамер с поджаркой и солянка в общем приехал красноярск кстати если прилетите на новый аэропорт красноярска то вас будет такая веселая табличка в сеть великом то красноярск аэропорт большой новый я в нем еще не был пойду прогуляюсь посмотрю зашел в аэропорт новый красноярский на входе проверили меня телефон даже попросили включить рабочие не рабочие вдруг это взрывное устройство кошелек попросили открыть здесь меня встречает сразу аудюха свежая ну я скажу аэропорт такой шикарный большой громадный в общем освоился немного в аэропорту мне тут еще сейчас время грубо говоря час дня мне тут еще до 7 вечера 6 часов буду обитать по в аэропорту он большой это я на третьем этаже здесь идут этаж вылета внутренних рейсов за не огромно на втором этаже зал ожидания там уже был кафешки и ресторанчики аптеку от не видел так пельменная трапеза такси вай-фай тут бесплатно уже подключил удобно там вот audi кто не видел еще елочка есть елочка новый год новый год новый год новый год это хорошо в общем шикарно все красиво дорого за наши деньги налогоплательщиков красота красота в общем ждать еще прилично может еще чуть сниму все прошел регистрацию пошел на третий этаж там будет посадка примерно через час про мудуха все чувствую протелебонь каюсь сегодня в 22 30 я буду в лануды и там может только через десять часов умение будет следующий самолет покататься можно на эскалаторе ну да аэропорт скажу честно красноярске это такой хороший веселый большой нагулялся сегодня то а какой мне третий этаж а все все сейчас меня досмотрят вещички мы поедут а я себя я блогер везде нельзя снимать в общем нельзя нельзя ругать прошел досмотр ругали снимать нельзя говорят ну да ладно думаю здесь сниму ну скажу честно тут оказывается еще столько же аэропорта сколько с той стороны также здесь бутики бутики кафешки мафешки массажное кресло вот на заднем фоне есть кто-то сидит отдыхает есть вай-фай бесплатно очень приятно это что такое подушечки эти под голову под шею на сходе после чувствуют там они стоят что около 700 рублей здесь наверно еще больше ух ты интересные какие вещи это на сибирь магазинчик неплохой шкурки мурки всякие кому нравится ботиночки сувениры различные слушайте но здесь оказывается еще туда можно ходить вижу тирка всякая наушники колонки в дорогу подушечки много магазин литература какая-то кафешки пиццы различная сувенирка сибирские напитки майки бижутерия чего только нет слушайте но он здоровый прям аэропортина то картины кстати везде такие красивые висят там дальше для детей магазинчик пожалуйста кто захочет уверишь пап какой-то есть типа видать нахрюкается а потом буянец самолетов надеюсь и никого не придется а здесь тоже что-то таежная кладовая это уважаемые пассажиры меха всякие матрешки неклассические ипуктки люди люди вот здесь магазинчики бары весь кофе шоколадки вода по диким ценам я водичка питание и так далее так у меня вот улана д и к 819 выход 8 прилег у массажное кресло так хорошо массирует прям ух спину мою ножки тоже зажал я прям разумился такой массаж прям прилично мнет все прошел регистрацию пошел на посадку тут конечно хороший аэропорт большой красивый ну что-то это самолет к трапу не подали три этажа спускаться три этажа подниматься ладно самолете покажу грузят нас в автобус повезут человек самолетов на улице холодно народа мало немногие хотят воды ремни безопасности должны быть застегнуты на взлете снижения и после включения табло застегнуть ремни чтобы застегнуть ремень ставьте наконечник замок подтяните ремни по размеру для того чтобы расстегнуть ремень поднимите крышку замка вверх ночная скрытая съемка снимать нельзя телефон можно отключать красиво красиво высотка какая-то снизу красноярск город красноярск сегодня 7 число 7 февраля вон ул ул сижу прям открытышка все прилетели в Улан-Удэ на улице 31 градус видно не видно аэропорт Улан-Удэ пойдем посмотрим какой он внутри интересно ну что аэропорт Улан-Удэ все уныло все как раньше ничего не поменялось но это приемник пойдем посмотрим что там в общем зале ну а так уныло в общем главный вход в аэропорт все отсвечивает в общем почти все закрыто тихо уныло холодно капец мне тут 10 часов не знаю что сейчас буду думать смотреть ну в общем вот так меня встретил Улун-Удэ аэропорт темно уныло все выключено там вроде какая-то кафешка есть сейчас пойду посмотрю ну после красноярского аэропорта печаль, тоска байкальские сувениры на Байкальске у меня магнит есть я на Байкале был уж не один раз в общем в аэропорту мне говорят иди тут поселок недалеко метров 500 в принципе добежишь тут рядышком гостиница там бар, магазинчик есть в общем гостиницу нашел вот она за моей спиной ну шел я наверное километров ну три точно дубак градусов 40 бляха-муха но зато нашел шикарную елочку и вот таких вот пассажиров зайка ооо дубак руки отмерзают и отгадайте кто волчара волчара короче тут даже поесть негде печаль, тоска, кошмар ууу вот это я попал вот такой вот номерок снял волану де джек ой это господи есть где помыться душ надо будет пролять ну конечно все так себе по крайней мере полотенце есть не знаю шампунь есть нету так мыло шампан ну все сейчас помою спокойно бешелочка дверь запомнить как сбежать отсюда если чё ну номер такой небольшой так кроватка сами видите какой номер пожарка есть если чё просигналит о ну чё ну чё ну тут нормально так нормально так нормально чё не сковородит нормально чё нормальный номер холодильник холодильник пустой даже не подключен не курить в общем штраф 1500 свет уже телевизор есть я даже не знаю чё-то нету походу не работает ну и столик такой совковый в общем это дело стоит 1900 рублей но так как у меня есть билет до Хабаровска даже 1000 ровно да уныло здесь уныло попробовал тут помыться как вам свет красота самое интересное вот эта фигня не работает как только я в неё попытался залезть я вообще чуть с ней вместе не упал она чуть не развалилась там вода вообще не включается чё не работает кнопки не работает воды нет в общем здесь клёво нет это капец ну я не знаю вода пробежит не пробежит я не знаю тут всё тревога ребята это уланаде детка 2 часа ночи в отеле тут пожарная тревога сработала пицц разбудили всех только-только отключили ходил вниз в общем я сегодня победитель по жизни прям прёт мне с этим уланаде люди не приезжайте сюда здесь что-то прям какой-то бермудский треугольник пойдём дальше пробежать капец веселуха ой 7 утра улан-уды 8 число 8 февраля в общем в аэропорту тут с утра поживее вчера тут тоска-печаль была даже оставаться не хотелось народу много на улице градусов 35 наверное может даже 40 не знаю что-то прям совсем холодно народ спешит куда-то лететь кто-то в Москву нам и в Хабаровск на ДФО я прошёл регистрацию пошёл в зал ожидания где-то там наш самолёт уже прилетел пора влетать в Хабаровск наконец-то я сегодня долечу честно скажу уже устал такие перелёты два перелёта вообще кошмар вчера ещё к тому же не кормили народ ждёт ну тут конечно печалей чем Красноярский так по-простому по-простому самое интересное уже в отстойнике продают бухло любого характера да там пиво, коньяки виски что только нету а потом удивляются что это у нас пассажиры буянят с самолётом тупицы блин одним словом тупицы блин и всё я в самолёте в общем чуть больше двух часов до Хабаровск вот я первый самолёт я уже два самолёта посетил за двое суток первый самолёт где бортпроводники два парня мало рассказывают куда бежать и что делать самолёт падает думает что нам это поможет в общем осталось немного завтракать опять кормить не было самолёте печаль я уже два дня не был нормально поесть нигде столовка ничего нет тут было ну да вообще ну не самой аэропорт и были лежащие посёлок там все магазины все кафешки были закрыты еще раз даже не летел поздно в 11 вечера все было закрыто вообще кошмар даже седьмого ничего купить но как и синица в этой ужасной вы видели ранее там тоже ничего не работало даже вообще кошмар даже быть арбатом знал бы с собой конечно иду и взял но в общем я худею вместе в тесте аппарат жди меня пошла родимая резкий старт ох ничего подрывает не веду не оборотов не подрывает ах что это уже все прилетел Хабаровск тут сейчас буду ждать саквояжи свои выход в город как назло списание средств было с телефона без денег осталось сейчас буду искать где деньги положить не позвонить ничего нет капец неудобно ой зашел в кафешку чин-чин по-моему называется мне принесли таз ядро она реально большая и это с учетом того что я уже полгода съел багетик такой с сыром спросите почему я в куртке жесть дубак так холодно у меня руки замерзают и уши замерзают и нос замерзает везде холодно Хабаровск это город контраста крутые иномарки и тут же гостранспорт вот эти все троллейбусы вы не поверите им лет по 60 они на краске держатся я пробовал может получше сфотографирую или сниму видео там просто на таких дровах ездят тут по-моему людей это как за стадо держат за бизонов их возят в отстой ну в общем блин много эмоций интересных давно в Хабаровске не был 14 лет Хабаровске не был а не даже 15 лет Хабаровске не был вот так вот ну буду кушать приятного аппетита ну что приехал я Хабаровск Хонбу Кеокусинкай Карате главный вход готовится тоже к турниру святая святых люди собираются пойду знакомиться Хабаровске мало кого знаю гуляю гуляю по Хабаровску вечером уже пятница сегодня у нас что там восьмое уже да восьмое февраля вот за моей спиной столовая восемь минут вкусно покушал в принципе на 235 рублей первое второе как говорится корейский супчик интерес такой острый как тайский почти аж аж пробило рекомендую ну холодно гулять по Хабаровску холодно зимой сегодня прошел судейский семинар отснял видео по судейскому семинару отснял видео по додже хомбу именно хомбу Хабаровская с шиханами сэнсэями поговорил с сэмпаями познакомился многими людьми интересно сегодня много много таких интересных знакомств будет много интересного видео сегодня 10 февраля утро 10 утра выезжаю сейчас такси вызвал на стадион Ленина где сегодня пройдут финальные поединки номер вот такой это у меня был в принципе весь фиолетовый можно сказать мне фиолетово на все сегодня сегодня есть другие задачи и выезжаем сегодня вечером на заимку где-то под Хабаровском где будут проходить сборы на к приехал с заимки я на ЖД вокзал города Хабаровска нюанс такой что я даже еще билеты не брал сейчас попробую купить билеты до Красноярска ну а с Красноярска уже до Абакана там попроще будет на том же Блаблакаре Абаровский Аэропоа ЖД вокзал старое здание все купил билеты здесь уже как современно сначала берешь как в Сбербанке талончик затем покупаешь билет и так получилось что со скидкой я не стал боковушку брать там за три с половиной взял уже вкупешки за почти шесть тысяч но на боковушку я не влажил и есть возможность вот таких вот типа банкоматов продажи билетов оформить самому ну я честно сказать не рискнул не знаю долго разбираться не охота все через час через час десять сажусь на поезд и выезжаю в город Красноярска увидимся там все не могу привыкнуть к хабаровским ценам вот этот небольшой пакетик в принципе немножко лапшишки молочки пару пару сладостей вода хлебушек 680 рублей капец что творится с этой стороны куда мы катимся таких зарплат нету жесть вообще жесть ой ее не переслушать в общем выход на мою платформу на четвертую Владивосток Красноярск здесь можно спортсменам по лестнице ленивым на эскалаторе но мы это спортсмены мы идем по лестнице приехал Красноярск трое суток и восемь часов это был наверное ад на земле а точнее в вагоне проболел с температурой в лёжке все три с половиной дня 38 ой чего там только не было и сосед сверху обоссавшийся переписший и дети с ветрянкой и маленькие дети и полный полный вагон все время это просто я говорю вообще это просто капец был дорога такая врагу не пожелаешь Краснояр встречает теплом давай понаставить тут эскалат все еще 4 часа я наконец-то в Абакане остался последний рывок вот этот лифт обязательно букет цветов супруги после длительной поездки ой что могу сказать это было интересное приключение подписываемся на канал все пришел мой старый лифт пока-пока это первая серия еще ждите около 9 серий которые будут уже раскрывать полностью мою поездку эта серия только в моем путешествии всем пока-пока подписываемся ставим лайк